николай все информационное пространство нашей планеты я не побоюсь этого слова бурлит от новости значит а коронавирус все который зародился якобы в городе ухань китайской народной республики есть люди которые воспринимают это всерьез есть скептики вы знакомы с китаем вы были в городе ухань расскажите пожалуйста что там происходит действительно ли этот вирус так опасен ну и так далее проскройте тему я наверное отвечать вам начну с неожиданной стороны и страна это касается и российских событий если вы знаете у нас сейчас самая главная новость это смена правительства то есть от власти ушел бывший президент россии потом и премьер-министр медведев которые очень тесные отношения имел с демократической партии сша в частности с президентом обама и почему я с этого начал я сейчас раскрою свою тему это будет действительно неожиданно и это с этой стороны еще никто этот вирус не рассматривал дело в том что в китае внутри политическая ситуация сейчас крайне обострена и в этом году сейчас именно до марта происходит ротация всех губернаторов всех глав городов всех секретарей цк и в марте будет сессия китайского парламента в этом свете вот вирус который сейчас происходит он имеет уже иную политическую окраску почему я об этом так уверенно говорю почему в этом нет конспирология сплошная открытая политика прежде всего потому что мой опыт как китаеведа с 2000 года занимаюсь китаем профессионально с 2006 там живу и жил там 10 лет я жил в эпицентре образования всех эпидемий сам даже чихал болел но города такие как ухань аоханя то транспортный узел китая его можно сопоставить в москву и что сейчас произойдет если мы закроем москву если у нас будет сто человек здесь начнут чихать эти меры и в действия властей они абсолютно несопоставимы с масштабом угрозы действительно распространяемость вируса в три раза больше если мы будем следить за новостями но в любом случае это смертность она коррелирует вместе со случаями выздоровления 100 погибших примерно 100 выздоровевших но заметьте что пресса в основном если изучают случаи смерти и педалирует и форсирует именно случай смерти что это страшный вирус он распространяется что сейчас происходит закрыт город ухань центр речного авиасообщения железнодорожного автосообщения за все зимние перевозки на 40 процентов упали в китае страна встала ухань закрыта провинция хубей практически полностью закрыта город хуанган город су джо продлевает праздники на 8 дней комитет по транспорту пекина закрывает сообщение пекина китайской столицы со всеми окружающими городами министерство по культуре и туризму его под та часть которая за туризм отвечает запрещает выезда китайских туристов за рубеж этот комплекс мер он выглядит каким-то ну безумно паническим и несоответствующим масштабом эпидемии которая конечно же имеет место быть потому что эпидемии в китае ежегодно происходят сейчас период отпусков зимних китайцы скапливаются на огромными массами на вокзалах потому что это страна трудовых мигрантов в ухане только пять миллионов трудовых мигрантов из девяти миллионов коренного населения еще пять миллионов мигрантов на которые работают из соседних провинций из провинции хубей и так далее зима квартиры не отапливаются люди просто болеют но из-за этого закрывать города прерывать сообщение с миром это в высшей степени не целесообразно и не ясно и тут мы начинаем изучать эту проблему а кто же те чиновники те руководители страны которые закрывают китай и по сути дела что сейчас становится основной опасностью для китая не вирус а то что в ухане люди перестанут работать школьники перестанут ходить в школы студенты в университеты просто прервется нормальная жизнь в стране а это я напоминаю это миллиардное население и 200 миллионов китайских мигрантов находится сейчас себя народе не просто не могут выйти на работу к марту это перерастет во всеобщую забастовку я на своем телеграм-канале южный китай сразу же практически две недели назад отметил что события которые сейчас происходят в китае это события структурно напоминающие события предшествующей площади тянь-ань-мэй и попытки переворота либеральных сил который был подавлен вооруженными силами народно-освободительной армии китая точь-в-точь также развивалась ситуация поводом была инфляция потом вышли на улице студенты они вышли не в пекине вначале они вышли как раз в городе хэфэ и вышли в айхойском айхой клади дачи они вышли в университете айхой на улице потом они вышли в шанхай и так далее если мы изучаем биографии этих чиновников которые сейчас непосредственно руководят блокадой мэр города ухань мэр города хуанган глава комитета по туризму заместитель министра по культуре и по туризму мэр города су-чжо вы увидите в них одну особенность их политической карьеры они были и возглавляли китайский комсомол коммунистический союз китайской молодежи я хочу очень важную ремарку сделать для понимания наших зрителей российский комсомол советский комсомол это дочернее отделение коммунистической партии советского союза вкпб то есть зиновьев создал комсомол уже на базе вкпб в китае комсомол создавался параллельно с коммунистической партии китая и был всегда троцкистский глобалистский и всегда был направлен на интернациональную международную революцию а при предыдущем генсеке ху дзиньтао который был до си дзиньпина комсомол это была движущая сила интеграции китайского китая и соединенных штатов то есть нынешние комсомольцы кто и в их голове ликотян премьер почему я начал на свое выступление про премьера медведева это человек бывших секретарь комсомола ху чуй хуа который ответственен за вирусы это неудавшийся преемник си дзиньпина он кстати ху чуй хуа выходить из провинции хубей в которой сейчас происходит все это если мы начинаем изучать биографии лидеров которые руководят грубо говоря вот это вот инспирированным саботажем инспирированный тянь мэй 2 мы увидим что среди них нет без исключения они все выходцы из руководящих органов комсомола который согласно уставу коммунистической партии не является его дочерней организации коммунистическая партия не может вмешиваться формирование руководящих кадров комсомола что мы видим комсомол пытается организовать смоделировать массовые протесты которые должны просто расшатать китай на фоне эпидемии а министерство здравоохранения кстати министр он из провинции ляунин откуда сделал карьеру нынешний премьер-министр или катьян который тоже комсомолец эти структуры фактически расшатывают сегодня китай и почему они это делают и мы сейчас начинаем делать параллели с российскими реалиями в россии и в китае с большой тревогой смотрят на импичмент трампа дело в том что переход трампа к власти он нанес очень огромный удар по глобалистам по демократической партии сша и россия и китай свои действия возможно синхронизируют и возможно в марте этого года предполагалось что будет смена и ротация неожиданно и китайского премьера ли катьяна которого поверьте си дзин пин не сильно жалуют по целому ряду причин то есть ротация местных элит мэр ухани должен был быть снят 6 января началась блокада ухани ротация местных элит была прервана нынешней ситуации эти элиты возможно не смогут из-за этого собраться на все китайской сессии парламента в марте в начале марта и ротация элит будет сорвана и план по устранению премьера по профилактической зачистки про американских сил будет остановлен в том числе и предотвращая возможную неудачу трампа по ходу во время импичмента важная деталь информация распространение вируса началась 6 января она началась не в китайских сми она началась заявление американских сми и в американских сми было отмечено что это неизвестная странная пугающая болезнь первый заболевший вернулся из ухани сингапур что было до за два дня до этого удар по сулеймани уничтожает руководителя одного из военных руководителей ирана мало кто заметил был уничтожен арсалан это руководитель курдской разведки в этот же день турецкой армии в этот же день утром или за день до этого был уничтожен глава генерального штаба тайваня тайвань это ударная сила американской армии против китая против материкового китая все это было в один день и через два дня началась эпидемия вируса то есть мы сейчас и международный фонд и внутриполитическая повестка они максимально обострились и то что сейчас происходит в китае блокирование городов по сути дела срежиссированная дестабилизация социально-экономической ситуации в китае имеет свое обоснование именно обоснование мы видим это в биографии руководителей которые руководят инспирированным этим срывом социально-экономической стабильности в китае при этом мы должны понимать что мы не должны в паранойю впадать действительно есть вирус действительно есть болезнь но меры которые принимает китайское руководство они абсолютно избыточны скажите если силы у тех сил которые противостоят вот этим вот китайским шевернадзе горбачевым яковлевым по вашим словам я понял что это си цзиньпинь и его группа абсолютно есть у них силы подавить эту фронту на корню несмотря на то что они не сопротивляются как 10 на заседании думы царской если такая партия который может взять власть в россии есть такая партия партия называется народно-освободительная армия китая но если народно освободительная армия китая займется подавлением это не хозяйственный субъект не экономические то это будет напоминать события культурной революции кстати говоря культурная революция у хань был единственный город в в которой в культурную революцию были городские бои. То есть Хунвейбины затеяли взять и взяли власть в Ухане. Из Хунани был Линбяо, один из сторонников армейских. В армии тоже есть свои группы, который пытался опираться на Ухань. И Ухань – это единственный город, который армия брала с боями во время культурной революции. Представляете, вот идет гражданская война, где-то блокируют поезда, какая-то вольница. И Ухань – это город, который брали с боями. И Ухань – важное место. Это город, в котором началось свержение китайской монархии. Это очень революционно настроенный город. Это город, который шатает не случайно. Вирусы обычно зарождаются, я еще раз хочу подчеркнуть, в южном Китае, в юге. То есть Гуандун, Гонконг. В Ухане, да, были какие-то случаи, но это были единичные. Обычно вирус распространяется с юга. Сила, которая будет подавлять, да, есть такая сила народная, освободительная армия Китая. Есть кланы, на которые Си Цзиньпин опирается. Это джидзянцы, например, это новый шанхайский клан. Он был старый, он сейчас обновился кадрами соседней провинции джидзян. На них поставлена, сделана ставка, что они попытаются подавить этот комсомол. То есть игра нешуточная развивается. И мы будем, уверяю вас, эта блокада продлится месяц. Мы увидим еще и не те события в Китае, которые будут иметь сугубо политический характер, а не эпидемиологический. Важно понимать, что вообще вот этот вопрос о китайской угрозе. Друг нам или нет? Нет, кто такой Си Цзиньпин, кто его личность? Си Цзиньпин – это сын полевого командира Си Чжун Сюня, который имел непосредственную связь с советской армией. Мы поддерживали этот район в Шэнси. Его отец был непосредственно одним из руководителей этих районов во время гражданской войны. И Си Цзиньпин является плоть от плотью крайне лояльной нам фигурой. Да, его силы далеко не велики. Ему приходится, он вынужден опираться на союзные группы в китайском политическом эстеблишменте. Он огромный, поверьте мне. И сейчас, то, что сейчас происходит, он дает некий мандат джидзянской группе, которая тоже имеет отношение к внешней торговле, также экспортирует в США. Сейчас их силами смести с своих потенциальных противников, те, которые бросили ему вызов. Ведь Ху Чунь Хуа не зря называли сразу же какие-то независимые СМИ преемником Си Цзиньпина. Тот, который самый главный хубейц у нас, который самый главный уханец, его так можно назвать. Так вот, руками нынешней джидзянской группы, которая сейчас также оккупировала Шанхай, если так можно назвать, все его высшие посты, сейчас пытается руками этой группы подавить вот эту группу. То есть Си Цзиньпин, его силы не настолько велики, чтобы в лобовое столкновение войти. Он пытается один клан, скажем так, дать поработать с другим кланом, вытеснить его, и в итоге этой борьбы выйти победителем. Если у него не получится вот одной группой сместить другую, он пойдет на радикальные меры? Он использует вооруженные силы Китая для восстановления полноты всей своей власти? В случае радикального развития сценария, конечно, Си Цзиньпин пойдет на меры радикального характера, потому что он не только председатель КНР, не только генеральный секретарь коммунистической партии, но и глава Центрального военного совета. У него есть абсолютное доверие в целом ряде частей армии, и, конечно, он на этот вариант пойдет. Но это будет означать ситуацию гражданской войны в Китае. И в этой ситуации, этой гражданской войны, я думаю, что она невыгодна и России, потому что у нас появится огромный очаг, особенно северо-восточный Китай, это депрессивные регионы, оттуда убыль населения, там угольные закрывающиеся шахты, там самые низкие показатели роста экономики. И если произойдет гражданская война в Китае, то северо-восточный регион Китая будет представлять собой некий очаг нестабильности, которым он был в начале 20 века. Это будут какие-то мелкие пограничные конфликты и так далее. И нам придется, конечно, в очень сложную игру в Китае вмешиваться, чего, конечно, не хотелось бы. Хотелось бы сохранить статус-кво, когда наши лояльные нам силы возглавляют Китай, мы координируем ситуацию мирного развития Китая. А если произойдет гражданская война, не исключен случай, что и нас будут втягивать в эту ситуацию. Это уже было конфликты на КВЖД. Вы, если помните, фактически советские войска, они стояли на китайско-монгольской границе. Мы оккупировали Синьцзян, мы оккупировали Маньчжурию. Нам вот сейчас, в нынешней ситуации конфронтации с Западом, это будет состояние войны на два фронта. И, кстати говоря, это уже было, это погубило Советский Союз. Мы были вынуждены оборудовать китайскую границу после утери контроля. Это было 10 тысяч километров. 10% от ВВП Советского Союза, от оборонного бюджета, 10%, прошу прощения, было потрачено на китайское направление. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы Китай был мирным, чтобы спокойно развивался, и в нем не происходило никаких гражданских войн. Значит, нам придется максимально свой ресурс отвлекать на Дальний Восток. Это нашу экономику, нашу политику просто похоронят. Но при этом абсолютно ощущение складывается непонимания или даже бездействия, может быть, преступного бездействия, бездействия наших и МЧС. И Минздрава, которые просто, они щетка откровенно заявляют о том, что мы не должны показывать помощь. Наоборот, мы должны проявить максимальную помощь. Мы должны руку помощи китайскому народу, как во время землетрясения, или цунами, или чего-то еще протянуть. Но наши власти бездействуют. Мы сейчас повторяем ту ошибку, которую сделал Хрущев, когда он оставил один на один лояльные нам силы с проамериканскими или иными пробританскими силами в Китае. И они были просто сожраны. И мы в итоге получили конфликт и протяженностью 10 тысяч километров вооруженного врага. Это на одно оборудование границы сколько уйдет сил, на переброску вооруженных сил и так далее. Потеря Китая сейчас будет для России, как союзника, означать потерю России самой себя, как и Советский Союз себя потерял. Это мы должны осознавать. Но наши власти обездействуют. Наш Минздрав только закрывает границы, тестирует китайских туристов и так далее. Команды помощи. Ведь министр через часть ситуации Сергей Кожигедович Шойгу не брезговал посылать отряды МЧС в районы землетрясений в Сычуане. Мне кажется, эту практику надо продлевать. И Трамп уже заявил, что он готов китайскому народу помощь оказать. Почему молчат наши власти, я не понимаю. Продолжение следует... Продолжение следует...